Уважаемые братья и сестры, верующий человек, которому Аллах указал путь света и раскрыл его грудь на исламе, и он познал истину этой жизни, и тот, который познал именно ту цель, ради чего он сотворен, верующий человек, которому Аллах открыл путь на ислам, раскрыл его грудь на ислам, он понял, ради чего Аллах его сотворил, он понимает, что Аллах сотворил этого человека, нас Аллах сотворил не просто так играть в этой жизни. Аллах говорит, Неужто вы подумали, что Аллах сотворил просто так здесь играть? Небеса, земля, горы, реки, все это Аллах просто так сотворил? Нет, не просто так Аллах сотворил это, не играет Аллах. И Аллах нам задает вопрос, Неужто вы думаете, что я вас сотворил просто так играть, и вы ко мне не вернетесь? Человеку, когда говоришь, ты играешь, он обижается. А как же может быть, Аллаху, Небеса, непристойно играть? И тогда здесь человек понимает, что Аллах сотворил нас, ради чего? Каждый, пускай, сам себя спросит. Вот мы живем, Проживаем эту жизнь, Каждый день с какими-то ситуациями сталкиваемся, Иногда забывает человек, ради чего он сотворен, И просто на минуту остановиться, И задаю сам себе вопрос, Ради чего Аллах, субхану, меня сотворил? Ради поклонения. Я сотворил джиннов и людей, ради того, чтобы они мне поклонялись. И после этого, после этой аль-гая, После этой цели, То, что цель нашего создания в этой жизни, Ради чего Аллах, субхану, нас сотворил, Это аль-ибада. После этого человек понимает, То, что Итог этого поклонения, Аль-джанна, рай, Которым Аллах, субхану, обещал, Верующим, и тем, которые поклонялись ему. И нажат минаннар, Спасение от мук ада, От наказания ада. Эти, чтобы достичь эту цель, Великую цель, Аль-джанна, Есть некие пути. Сахабы спрашивали, Радуан Аллаху, пророка Мухаммада, Салаллаху, алейхи вассалям, Муаз ибн Джабель, Раду Аллаху, Спросил у посланника Аллаха, Салаллаху, алейхи вассалям, Я, Расул Аллах, Дуллани Аль-Аль-Аль-Амаль, Юдхилани Аль-Джанна, Вейунаджини Минаннар. О, посланник Аллаха, Укажи мне На такую вещь, Которую бы я делал, И эта вещь меня введет в рай, И спасет меня от ада. На что пророк, салаллаху, алейхи вассалям, Сказал, Суалю каль-Азим, Суалю каль-Азим, Твой вопрос великий, То есть, Я дула аля Азаматик, Твой вопрос указывает на величие. Муаз бен Джабель не спросил, Как мне, укажи мне, Как заработать там на верблюда, Как продать это, как это. То есть, Смотрели сахабы далеко вперед, На великие вещи. Укажи мне на действия, У посланника Аллаха, Который ведет меня в рай, И спасет меня от наказания ада. Пророк, салаллаху, алейхи вассалям, Сказал, Суалю каль-Азим, Ва иннаху ла ясир, Аля ман яссарагу Аллах, Поистине, Твой вопрос великий, Но, однако, Путь туда легкий. Путь, чтобы войти в рай, И спастись от огня, Он легкий. Потом пророк, салаллаху, Алейхи вассалям, Объяснил ему, Но сегодняшняя вот эта лекция, Хотелось бы указать На четыре вещи, Из-за чего человек в судный день попадет в ад. Также четыре вещи, Они противостоят этим четырем вещам, Которые человека ведет в рай, Иншаллах. И четыре вещи, Которые всегда, Вот человека, Когда Аллах салаллах сотворил, Когда он салбалигом, В этой жизни препятствуют человеку попасть в рай. И это все в Коране, В сунне пророка Мухаммада, Салаллаху, алейхи вассалям. Начнем с того, Что первые четыре вещи, Которые человек, Из-за чего зайдет в ад, В жахнам. И этот вопрос, В Коране, В сурате المدثر. Аллах говорит, В жахнам. В жахнам. В жахнам. В жахнам. И люди зайдут в ад, В жахнам. И те люди, Которые будут в раю, Будут смотреть на тех, Которые будут мучиться в аду, В жахнам. Они скажут, Что вас вело в сакар, В этот ад, В жахнам? Вы вас видели в дуне, Почему вы здесь не с нами, В жаннате? Почему вы сейчас в жахнам, И мы в жанна? Первый ответ, Мы не читали намаз. Мы не читали пятикратную молитву. Первый за что их ответ, Почему они там наказываются, Они с ними вместе в раю. Уважаемые братья, Намаз, Аллах, В Коране, Во множестве аятах говорит, Читайте намаз, Повелевает Аллах. Аллах не говорит, Хотите читайте, Хотите нет. Аллах приказывает, Повелевает, Акимус саля, Читайте намаз. В хадисе сказано, Буния ль ислама аля хамс. Наш ислам, Наша вся религия, Опирается на пяти столпах. Первый, Шахада, Аля иллах иллалах, Ва анна Мухаммаду, Расулу Аллаху, Свидетельство, Что нет божества, Достойного поклонения, Кроме Аллаха, Субхану ате аля, И то, что Мухаммад, Раб и посланник Аллах, Второе, Чтение намаза. Также пророк Мухаммад, Салаллаху алейхи вассалям, Сказал, Намаз это тот столп, На что опирается религия. Если сейчас вот убрать столпы, Здание рушится. Также религия опирается На намаз, На саля. Поэтому человек задает вопрос, Бывает удивляешься, Опять же вот, С разными ситуациями сталкиваешься. Человек пришел, Там, У себя на родине читал намаз, Сюда приехал, Все, оставил намаз. Он ищет какие-то причины, Почему не читаешь намаз, Потому что я на такой-то, Такой-то работе работаю, Это, У нас времени нету, И так далее. Как так, Субхану алах. Какой баракат от твоей работы, Если она тебя отдаляет от основного, Ты же, Аллах тебя же не сотворил, Чтобы работать. Аллах, Субхану ате аля, Тебя что? Работа это Аль-василя, А не гая. Работа это То, посредством чего ты зарабатываешь, Чтобы кушать, Чтобы, Там, Кормить семью, Одеваться, Покупать себе, Там, Жилье и так далее. Но основное, Это не основное. Аллах, Субхану ате аль, Тебя не ради этого сотворил. Аллах, Субхану ате аль, Субхану ате аля, Ради поклонения, Субхану ате аля. Поэтому тебя вот эта вот работа отдаляет от основного, От намаза, От саля. Пророк Мухаммад, Салаллаху алейхи вассалям, Перед смертью, Сказал три раза. Ассаля, 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 Ва ма ма ла ка тайманукум. То есть, Перед смертью уже, Когда уже последние вздохи брал из этой жизни, Посланник, Салаллаху алейхи вассалям, Намаз, Намаз, Намаз. То есть, Опять же, Посмотрите, Когда человек, Кто-то из вас видел, Наверное, Человек, Когда он умирал, Или там навещал его в больнице, Он что, Собирает, А самым важным хочет, Последнее, Самое важное хочет сказать. Собирает своих детей, Вместе, Там, Быстрее принесите, Пока он там, Там у него, Родственники, Наследствие, Чтобы разделить, Он расписывает им, Так, Этому сыну я это оставляю, Этому сыну это, Этой дочери, То завещание пишет, Какие-то последние слова дает, Слезы из его глаз текут. Пророк Мухаммад, Салаллаху Алиси, Последний, Он сказал намаз, Намаз, Намаз. Некоторые люди говорят, Я вот читаю по-своему, По-своему верю. Как ты можешь по-своему верить? Я вот утренний намаз читаю, Это мне достаточно. Или там я утренний, Ночной, Утром, Когда просыпаюсь, Или перед сном читаю. Аллах, Субхану Тааля, Приказал вот так вот читать. Не как ты хочешь, Не как тебе кажется, Не как твои шахваты, Твои страсти, А как Аллах, Субхану Тааля, Повелевал. Вот так вот нужно Поклоняться, Субхану Тааля. Сказано, Что пять намазов нужно читать, Пять намазов, Это приказы. Аллаху Субхану Тааля, Все вместе это называется Ас-саля. Не только отдельный Утрен намаз, Я читаю еще намаз. Нет, Все пять намазов Это считается, Считается, Что Ас-саля, Считается, Что намаз. Почему хикма, Мудрость в том, Что человек должен читать Пять раз в день, А не один раз, Не два раза, Потому что на протяжении дня Человек поддается Разным искушениям, И намаз его спасает от этого, От всего плохого. Про Аллах в Коране Говорит, Иннас-саля Та-тамха Аниль-фахшай Валь-мункар Поиск намаз запрещает Человеку делать все Плохое, Все греховное, Это его защищает, Это его очищает. Аллах, Субхану Тааля, Прещает между намазом И намазом грехи человеку. Поэтому человек, Когда приходит, Чтобы сделать, Например, Скажем, Никах, Это он знает, А намаз он не считает. Намаз намного важнее, Чем этот Никах. Или когда спрашивают Шахаду, Скажут, Ла-иллах, Не может правильно сказать, Человеку уже 40 лет, Видно, что. Опять же, Симахум фи вуджухи Хим мин ассарис сужуд Аллах в Коране говорит, То, что их лика Можно познать, Молящихся, От того, Сколько они делали Саджда земные поклоны Всевышнему Аллаху Опять же, Человека, Который молится, Можно определить Среди людей, Что он молится или нет, По его нору, Который в его лице. Также, Умар имн хаттаб, Радаллаху ангум, Убили его Во время намаза, Был саляту аль-фаджр. Когда на рынке Медины Один делал изделие Из металла, Тогда он подарил Умар имн хаттабу Хинджар, Такой кинжал. Во время намаза, Утре намаза, Этот же человек Прошел через ряды Джасус и убил его, Пырнул его. Потом начал Проходить между рядами Молящихся Одного, Второго, Третьего. Когда сахабы встали, Окружили его, Кинули на него кольчугу, Он взял сам себя, Убил. Умар имн хаттаб Очнулся. Умар имн хаттаб Очнулся, После этого уже Рассветало. Первый вопрос, Какой он задал? Дочитали ли вы намаз? Я стоял среди вас. То есть он не задал, Кто меня пырнул, Как это случилось, Почему вы у него смотрели, Что случилось, Что со мной. Первый, Что у него сразу же в голове? Дочитали вы намаз или нет? Прочитали вы намаз или нет? Сказали, да. Тогда сказал Принеси мне воду. Сахабы думали, Что он потерял много крови. Чувствует жажду. Он взял омовение И дочитал намаз. После этого он сказал Кто меня убил? Уже чувствовал смерть. Кто меня убил? Сказали, Такой-то, такой-то. Не молящийся. То есть не был мусульман. То есть не был мусульман. То, что он забирает мою душу Посредство того человека, Который не сделал ни один намаз. То есть он не был Из числа молящихся. Аль-хамду лилля, То, что меня не молящийся, Человек убил. Потому что молящийся человеку Непристойны такие вещи. Аль-хамду лилля. Поэтому намаз, Первый ответ их, Те, кто в аду. Мы не были из числа молящихся. Второе. Мы не кормили бедных людей. Первое. Они отрезали сами ветвь с Аллахом. И так же они отрезали Вот эту вот связь С созданием Аллаха. У них было только все, О чем они думали. О своих животах, О своих богатствах, О своих семьях. Но они не помогали нуждающимся. Хотя это большая награда. Человек, когда он помогает, Он должен сделать это с любовью. И не должен ничего в ответ ждать. Иногда человек помогает. Вот я ему сколько помогал, Там родственнику и так далее. Они там даже спасибо не говорят. Не буду я больше. Аллах в Куране, Когда не спасал Ая, Сурат иль-Инсан, Когда Алибни Абиталиб, Когда они пекли, Он принес Алибни Абиталиб, Принес муку, И они сделали из этого хлеб. И тогда проходили люди, Они их накормили. То есть, Сами держали пост И отдали всю эту пищу им. В начале прошел Мискин, Они ему отдали. Дальше опять начали печь. Ятим прошел, Ему отдали. Сирота. Дальше прошел Асир, Пленник. Ему отдали. Им ничего не осталось. На Ифтар. Мы вас кормим ради Аллаха. Не хотим от вас Ни похвалы, Ни спасибо. Ничего нам от вас не надо. Ради Аллаха, Субхану илья. И дальше идут аяты. Сурат иль-Инсан, Можете прочитать. Мы боимся Аллаха, Субхану илья. У нас есть трепет Перед Всевышним Аллахом, Субхану илья. Аллах заменил им Наказание, Вот это, Страх сонного дня Заменил на радость. И вечно джанна. За то, что за этот поступок. Также вспомним, Когда пророку Мухаммаду, Субхану илья. Пришел один из гостей. Пророк, Субхану илья. Привел его домой. И спросил у своих супруг, Что-нибудь есть покушать? У нас ничего нет В доме пророка Мухаммада, Субхану илья. Кроме воды. Когда сахабы начали соревноваться, Даже не спросили дома, Что у них есть или нет. Взять в гости пророка Мухаммада, Субхану илья. Один из ансаров привел его домой. На что спросил у своей супруги, Есть что-то покушать? Ничего, кроме как Остатки еды для детей. Тогда он сказал, На умель от фаль. Усыпи детей. Разогрей эту еду. И он накормил его. И тогда он подумал, Что он как бы богатый и так далее. Тогда пророк, салаллаху алейхиссалам, На следующее утро пришел и сказал, Пришел ко мне Джибрил, И передал, Что Аллах был удивлен Вашим поступком С вашей супругой, То, что вы совершили ночью. Второе, что? Первое, за что люди зайдут в ад, В сурат иль-Мудесфир, Сказано это то, Что они не читали намаз. Второе, Они не кормили бедняков. Третье, Мы жили И находили среди таких людей, Которые пустословством занимались. То есть, Их жизнь вся была там, Тут собрались, Там ненужные вещи поговорили, То есть, Бездельничали. В арабском языке говорят, Когда если воду налить, То есть, Вот так вот делаешь воду рукой, Туда-сюда, Булдухайшую. Такая булдухайшая жизнь. То есть, Люди не стремятся учить Коран, Не стремятся изоучать Сунну пророку Мухаммада. Ищтамат. Собираются за чашкой чая И обсуждают. Это того, Третьего, Четвертого, Пятого. Смотришь, Нету фойды не для Дуния, Нету фойды не для Ахира. Вот это третье. Четвертое. О, Вот это самое то, Из-за чего на сегодняшний день Люди Не поклоняются Аллаху, Субханава и Тааля. Мы не верили в судный день. До тех пор, пока нам не пришла смерть. Опять же, да, если человек верит искренне всем сердцем, что есть джаваб, что есть ответ, что Аллах будет спрашивать, он бы тогда не жил бы так. На сегодняшний день, посмотрите, вот эти камеры, которые ставят. На сегодняшний день, раньше, когда этих камер не было, человек по Можайскому шоссе, по любой дороге, под 100, 120, 150 ехал. А когда укуба, когда наказание есть, штрафы приходят, платить приходится, есть наказание, тогда он что, тут под 60 едет, тут не пробка, тут что, он по автобусной полосе не едет. Есть укуба, есть наказание, камера, но камера Аллаха всегда с нами. Камера Аллаха, Субханава Тааля, всегда с нами. Другие четыре вещи, которые человека ведут в рай. И эти четыре вещи противоречат этим четырем вещам в сурате «Аль-Му'минун». Аллах в Коране сказал, «Кад афляхал-Му'минун» в первом аяте. «Преуспели верующие». То есть, зашли в рай. Почему? Потому что когда Аллах, Субханава Тааля, сотворил рай, и все, что сотворил там, то, что глаз не видел, ухо не слышал, и нету, даже человек не мог представить себе такую красоту, что там будет в раю, сказал, «Заговори в раю». И тогда рай сказал, «Кад афляхал-Му'минун». «Преуспели верующие». Аллах, сделай нас из тех, которые преуспеют в сегодняшний день. Всех нас, иншаллах. Первое что? «Те, которые набожны в своих молитвах». И это что? Противостоит тому, кто не молились. Второе. «Это те, которые отдаляются от бесполезных посиделок и разговоров. И это противоречит тому». Третье. «Те, которые выплачивают свои обязательные закаты». Закат выплачивают. И это противоречит тому. И четвертое. Это тоже самое великое из этого аята. И самое в чем на сегодняшний день. Мусульмане тоже много в этом. В это падают и идут за этим. Это что? «Валлазина хумлифуруджихим хафизун». «Это те, которые оберегают свои половые органы». На сегодняшний день на сегодняшний день мусульмане многое. Есть такие мусульмане, которые не уберегают свои половые органы, свои взоры от харама. Смотрят на харам, смотрят на чужих женщин, смотрят на харам, то, что Аллах запретил для них. Делают там дружеские отношения, без никаха и так далее. Поэтому здесь вот это вот, что из-за чего человек, если он мог вот это вот беречь, то тогда он зайдет в рай. Поэтому Аллах, субханаму ата'аля, пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму ассалям, сказал, «На таракту аля уммати фитнатан абарру аля рижаль минан ниса, аля фатта кудунья ватта кунниса, фа инна фитната бани Исраиля канат финниса». Поистине, я не оставил после себя более страшной фитны, смуты, как женщины, сказал пророк салаллаху алейхима салям. И тогда посланник Аллаху салаллаху алейхиму ассалям сказал, «Бойтесь эту дунью, бойтесь женщин». Поистине погубили себя дети Якова Бану Исраиль из-за фитны женщин, из-за смуты женщин. Мужчина, он может перед любой фитной, перед любой смутой устоять, но когда фитна женщины, он тут что, расслабляется? Также и женщина может устоять перед любой фитны, но когда фитна мужчины, она тоже здесь расслабляется. Поэтому человек верующий, он не должен этого делать. Смотреть на харам. Сделать отношения, построенные на харам. Почему? Потому что он боится Аллаха, субханава ta'ala. Почему? Потому что он верит в судный день. То, что Аллах, субханава ta'ala, спросит его за это. Аллах в Коране говорит, Скажи верующим мужчинам, пусть они скрывают свои взоры от харама. И пусть они уберегают свои половые органы. И скажи женщинам, пусть они уберегают свои взоры и берегут свои половые органы. Поэтому Аллах, субханава ta'ala, повелевал женщинам, повелевал женщинам одевать хиджаб. Но хиджаб, это не просто платочек, там перед мужчинами ходить. Это устранить, чтобы мужчины не обращали на тебя внимание. Опять же, когда человек, например, идет свататься, он на что смотрит у женщин? На лицо, в первую очередь. Смотрит на ее лицо? На лицо. Даже если у нее тут шрамы какие и так далее, он ее не возьмет в жены. Но если там увидел ногу, например, там, и там увидел шрам, он может еще загрыть глаза на это. Ничего страшного. Но почему тогда говоришь сестре, Аллах тебе дал красоту? Почему ты не уберегаешь эту красоту от чужих взоров? Это харам для тебя. Мужчины, мы говорим брату мусульманину, Аллах, запретил тебя туда смотреть. Все, тут же останавливайся. Следующие четыре вещи, которые препятствуют между человеком и входом в рай. То есть мы познали четыре вещи, которые ведут человека в ад. Четыре вещи, что ведет его в рай. И четыре вещи, которые в жизни препятствуют ему зайти в рай. Первое – это шайтан. Это сатана. Аллах в Коране говорит, Поясню, шайтан – ваш явный враг. Воспринимайте его врагом. Он призывает свою партию. Те, кто за ним следуют. Куда? В рай? Нет. Чтобы они были из обитателей ада. Но однако у шайтана нет власти над верующим человеком. Что Аллах, субханаху в Коране говорит? У шайтана нет власти над тем, которые боятся Аллаха, и полагаются на Всевышнего. Но однако у него султан, власть над тем, кто за ним идет. Поэтому если ты будешь бояться Аллаха, субханаху в Коране, и полагаться на него, ты будешь управлять шайтаном. Но если ты не будешь бояться Аллаха, и будешь идти за шайтан, говорит Аллах, субханаху в Коране, то есть, что у тебя власть только над теми, кто за тобой последовал. Если последуешь за шайтаном, тогда он будет владеть тобой. Как узнать, это призыв от шайтана или нет? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, поистине у шайтана свой призыв. И у ангела свой призыв. Когда, например, Аллах в Коране говорит, если вдруг тебе пришло от шайтана что такое? Это когда шайтан толкает человека на греховное и отдаляет его от поклонения Аллаху, субханаху в Коране. Например, время намаза зашло, еще успею и так далее. Это дарва от шайтана. Тут же, вспоминая Аллаха, тут же прибегая к Аллаху, субханаху в Коране. Если ты идешь по улице и увидел какую-то девушку, красивая она, и чувствуешь, что кто-то твою голову в ее сторону поворачивает, тут же остановись, это от шайтана. Поистине, как имам Шафиа сказал, я, пожалуйста, когда имам Шафиа изучал много Курана, и вдруг он нечаянно увидел одну женщину. И тогда он сказал, его память стала слабше. И он сказал своему уставу, то, что я, пожалуйста, то, что моя память стала слабая, на что он мне сказал, оставь грехи. Поистине, знание, это нур, свет, не дается грешнику. Имам Саид бин Мусфир один из ученых в Саудии, доктор шариатских наук, он рассказал, говорит, как шайтан пришел мне во время намаза. То есть шайтан, он всегда приходит, братья, когда человек делает какое-то хорошее дело, тут его шайтан сбивает. Хотел дать садака, шайтан пришел, не надо ему давать садака, сделал какое-то благое дело. Шайтан говорит, не делай это благое дело. Он говорит, мне 20 лет назад еще один из богатых людей, туджар, из один торговцев в Саудии дал чемодан 150 тысяч риалов. 20 лет назад 150 тысяч риалов в сегодняшний день приравнять, это полтора миллиона, такая сумма примерно, полтора миллиона риалов, это где-то, где-то получая 500 тысяч долларов примерно, чтобы я раздал бедным на юге Саудыск-Аравии в городе Абха. Я с собой взял, когда выезжал с семьей, остановились мы по дороге в мечеть, я взял чемодан с собой, когда снимал ботинки, оставил его перед входом, забыл про этот, шанта, про этот чемодан. Зашел в мечеть, все его знают, великие ученые, тогда он увидел, Машаллах, шейх, после намаза сделаешь лекцию, хорошо, давай проведи намаз, и после намаза сразу проведешь лекцию. Все собрались, хорошо, забыл про чемодан, когда ягама сказали только Аллаху Акбар, я сказал Аллаху Акбар, шайтан мне говорит, а как же твой чемодан? С первым тагбиром, шайтан не пришел, мне во время последнего раката, первый же ракат, я говорю, не знаю, как я прочитал сурат аль-фатиха, я не знаю, как я сделал руку, как сделал сужу, все на том, я думаю, чтобы не украли, она, это же она, доверенная мне, нужно раздать, субханаллах, салям дал, встаю сразу, говорю имаму, извините, я, у меня дела есть, я, иншаллах, к вам отдельно приеду с хорошей лекцией, нет, говорит, все собрались, себя хотят слушать, нет, должен провести, короткую лекцию проведу, про зикр Аллах, про поминание Аллаха, и хотел тут сказать, что шайтан убегает, когда Аллаха, субханаллах, поминается Всевышний Аллах, то есть, когда зикр Аллаха, субханаллах, упоминается, шайтан уходит с этого маджлиса, и сказал, никто из вас не выходит, пока я не закончу лекцию, чтобы никто не взобрал ее, перед выходом, один из Бангладеша, не понимает арабского языка, встал, я сказал, не уходи, и вот так, ну альхамдулля, потом еще все салям меня начали давать, ну альхамдулля, нашел, она как стояла, так и стояла эта сумка, первое, что шайтан сбивает преграды между человеком и раем, второе, это нафс, нафс это страсти, альхава, вот это вот, ахава, страсти, настроение человека, я не хочу, например, это делать, я не хочу благое дело делать, Аллах в Коране, когда описывал нафс, сказал, поистине, нафс, вот это страсти, человека сильно повелевает делать плохие дела, грехи, не сказал просто, амира, повелительница, нет, амара, с усилением, когда есть какой-то там игрок, футболист, говоришь, лаиб, игрок, а когда говоришь, лааб, значит, мудалага филвасф, то есть, очень сильный футболист, там, например, человек кушает, акиль, кушает, любит сильно кушать, акиль, обжорость, много кушает, вот тоже Аллах в Коране говорит, амара, поистине, нафс, вот этого страсти, человека повелевает, а не человека делать грехи, плохое действие, поэтому Аллах в Коране говорит, амма ман хаафа ма каама, рабби, и унаха нафса ани лхауа, фа инна лжанната хия лмауа, поистине, то, кто боялся Аллаха, встреча с ней в судный день, и сам же воспитывал свою душу, свои страсти, запрещал ей идти за хауа, за своими страстями, тогда он заслужит рай, нафс, дорогие братья, это как конь, если ты на него сядешь, и будешь управлять им, тогда он тебя довезет, если ты не можешь управлять, он тебя скинет, и сбросит, и дальше пойдет, поэтому это второе, это нафс, и третье, это дунья, то, что препятствует между человеком, и входом в рай, это дунья, имеется ввиду здесь харам, а не так, как некоторые понимают, то есть думают, если человек там живет бедно, значит он как бы приближенный к Аллаху, нет, альхамдуллах, сахабы все были туджарами, сахабы все были торговцами, ухтмана, рада Аллаху, он дал на пути Аллаха 300 верблюдов, тогда пророк Мухаммад, салаллаху, сказал, ничего больше не навредит, после его сегодняшнего поступка, ничего ему не навредит, поистине, альхамдуллах, как сказано, то есть какое благо, вот это вот халяльного богатства в руках благочестивца, праведного человека, и четвертое, и на этом заканчиваем, то, что человеку препятствует зайти в рай, это люди, это люди, это плохой друг, плохая жена, плохие там люди, с которыми он общается, поэтому в судный день человек будет жалеть, будет сильно жалеть из-за того, с кем он общался, если его окружение было плохое, если его окружение были грешники, то есть человек бывает такое, сколько случаев, человек был благим, был праведником, познакомился с плохими людьми, сразу он стал плохим человеком, поэтому Аллах, в Коране говорит, в суратах Фуркан, в судный день, человек будет кусать свои руки до плеча, начиная с пальца до плеча, от чего? От сожаления, от сожаления, то, что он проиграл в сегодняшний день, нет обратного возвращения, он не смог зайти в рай, его заведут в ад, когда человек о чем-то сожалеет в этой жизни, он что? Кусает палец, ааа, зачем я это сделал? А тут он что? Он не будет кусать, он будет кушать, грызть свою руку до плеча, потом вторую руку кушать, потом опять к первой руке вернется. Если бы я взял путь посланника Аллаха, то есть путь, программу посланника Аллаха, если бы я не брал бы этого человека, в свои друзья, почему? Ла-кад аддалляни ани зикри ба'да изжа ани, вакана шайтану линь инсани хадуля, поистине, этот человек сбил меня с поминания Аллаха, с прямого пути, после того, как Аллах, субханаху атааля, меня наставил на этот путь. Поэтому, уважаемые братья, это такое напоминание нам всем, в первую очередь, самому себе, чтобы не быть из числа тех, которые потерпели вот этот вот убыток, хасара, то есть человек уже, он все захочет отдать, чтобы вернуться сюда. Захочет все, что есть на земле, все богатство. То есть, если у него даже в руках будет сколько на земле места, столько, если это все будет заполнено золотом, и он этим бы хотел отдать, чтобы вернуться на один час, изменить свою жизнь в этой жизни, но не будет обратного возврата. Не будет обратного возврата. Поэтому, чтобы не была хасара, мы не познали судный день, мы не познали Джаханнам до конца, что это такое. В этом году на Арафате, на Хаджи, у нас кондиционеры отключились на один час. Как было тяжело. Пот с настекой и так далее. На один час кондиционер. А как, если человек зайдет в Джаханнам, еда его будет огонь, одеяло его будет огонь, подушка его огонь, он будет гореть в аду, постоянно там, и не будет умирать. Поэтому, это такое напоминание. И тот, кто боится Аллаха, то, кто надеется на милость Аллаха, хочет прощения, хочет зайти в рай, должен бороться со своими страстями, бороться со своим шайтаном, идти по пути Аллаха и по стане к Аллаху. И да, Аллах, просим Всевышний Аллах, как он нас здесь собрал. Всех нас, с нашими детьми, родителями, всех нас собрал. Джаннатуль фердаус. Чтобы всех он нас, иншаллах, отдалил от наказания ада. Чтобы Аллах, если придут какие-то испытания в этой жизни, чтобы мы их достойно прошли, как верующие люди, иншаллах. Продолжение следует...